Салют друзья, как всегда у микрофона с вами Док Браун, а на ваших экранах в очередной раз Терр онлайн. Сказать по правде, после закрытия ру сервера я не планировал снимать видео по игре, но недавно разработчики достаточно серьезно преобразили игру и было бы неправильно обойти это стороной. Более того, должен сказать, что евро сервер, на который перенесли своих персонажей наши игроки, работает откровенно в разы лучше, чем работал ру сервер от Destiny. Забавно, но именно после переноса персонажей у многих игроков вновь проснулся интерес к Терр онлайн и последнее время, судя по вашим комментариям, я вижу, что в игру не только вернулись многие старые игроки, но даже начался небольшой прилив новых игроков. В общем, как оказалось, игра неплохо себя чувствует, но, пожалуй, самое интересное, это недавние обновления, о котором я сегодня вам расскажу, так что падайте в кресло и приятного просмотра. Но перед началом хочу порекомендовать отличный YouTube канал «Лучший MMORPG». Там вы найдете массу обзоров старых и новых ММО-игр, актуальные игровые новости, а также хит-парады на самые разные темы. Ссылка на канал будет в описании, так что переходите, смотрите и обязательно подписывайтесь. Ну а теперь давайте вернемся к Терр онлайн. Так вот, друзья, рад сообщить, что наконец-то и разработчики Терры тоже решили взяться за обновление своей игры, и как раз таки 97-й патч призван дать старт этой затеи. Любопытно, что в описании 97-го патча на японском сервере все это даже назвали ремастером, хотя, как по мне, это, ну, немного слишком. Если вкратце, то 97-й патч наконец-то сделал так, что теперь Терра научилась использовать всю мощность вашего ПК. Теперь, когда вы заходите в игру, у вас всегда будет запускаться 64-битный клиент, и игра будет использовать всю доступную оперативную память, а не только 4 гигабайта, как это было раньше. В свою очередь, теперь это должно избавить игру от постоянных микрофризов, которыми она болела, а также от периодических вылетов, когда оперативная память полностью забивалась. В целом, теперь игра однозначно стала работать лучше. Лично я не понимаю только одного. Почему разработчики не сделали всего этого раньше? Кстати, переход на 64-битный клиент является первым шагом к дальнейшему обновлению игры. На сайте европейского издательства я нашел информацию о том, что позже планируется обновить визуальную составляющую Терра онлайн. Однако, скорее всего, это будет еще не скоро. Ах да, чуть не забыл. С учетом такого обновления, системные требования Терра онлайн несколько изменились, и теперь они будут выглядеть вот таким вот образом. Да, системные требования возросли, и теперь на слабых ПК, скорее всего, у вас будет еще больше проблем, чем раньше. Ну а в будущем, когда визуальную часть продолжат обновлять, системные требования, скорее всего, будут расти еще больше. Так что готовьтесь. В целом, если подвести итоги, то можно с уверенностью сказать, что данное обновление действительно было нужным и однозначно пошло игре на пользу. Это все еще далеко не ремастер, но как минимум первые шаги в его сторону. Да, кстати, вместе с появлением 64-битного клиента, с этой обновой в игре появился новый рейд на 20 человек, также были вновь открыты два старых данжа, которые вы наверняка раньше уже просто до дыр затерли, и как всегда, в очередной раз, были внесены правки баланса. В общем, ничего особо интересного. Должен сказать, что мне откровенно приятно видеть, что игру стали адаптировать под современные компы, однако боюсь, что это все уже слишком поздно. Как думаете вы, успеют ли разработчики действительно сделать ремастер Terra Online до того момента, когда сервера игры полностью опустеют? Пишите ваши предположения в комментарии, будет интересно почитать. Ну а на этом пока что все. Обязательно подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики и быть в курсе всего самого интересного. Услышимся в следующих видео. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова